Проще просто яичку или омлет пожарить. И прям вот месяц ему. Месяц ему. Сейчас мы её напугаем. Рома, милыш, ну с тобой. Я расстроена. Вышли мы и нет машины моей. Я в шоке. Ну что, всем доброе утро, мои хорошие. Начинаю новый влог. Помыла голову сейчас. Всё, никак не могу найти время покрасить волосы. Мама чуть приболела. Я уже думаю, сама красить волосы, но... Я хочу, чтобы первый раз мама покрасила мне, чтобы она там сзади всё прокрасила. У меня много тёмных волос. Мне надо, чтобы всё прокрасилось, поэтому, наверное, буду её ждать. Или не знаю. Или не знаю. У нас один день получается, когда она сможет меня покрасить. Вот. Ну и не знаю, стоит ли её ждать, успеет ли она, как бы, лучше себя чувствовать к тому времени. И что вообще будет происходить в тот день. Вот. Ну, сейчас я помыла голову, посушусь и пойду делать чистку лица. Девочки, я раз в год делаю чистку лица. Вот. И мне нужно её как раз-таки сделать. Ну, солнце уже светит. Вообще, чистку лица стараются делать где-то вот осенью, там, знаете, или осенью, или весной ранней. Чтобы солнца ещё не было, потому что солнечные лучи, после чистки там обычно пилинги всякие, вот это вот всё нежелательно, чтобы были. Ну, короче, чисточку. Кстати, напишите, сколько раз чистку делаете вы в год. Вот. Я сегодня подумала, сколько, интересно, другие люди делают чисток в год. Может, каждый месяц кто-то делает. Вот. Ну, у меня вообще закупориваются поры, да, я думаю, их надо чистить, но как-то у меня раз в год получается. Меня вот не беспокоит как-то всё это дело, чтобы я ходила чаще. Мне хватает масочек и пилингов, вот, которые я делаю, и кожа гладкая, супер. Не знаю. Ну, в общем, записалась сегодня, вот уже через полтора часа, сейчас посушу волосы, оденусь и пойду. И ещё сегодня посылку свою заберу, огромную, с одеждой. В общем, ладно, подозрила кофе, посушусь и выезжаем. Ну, по городу ещё погуляем. Не знаю, короче, посмотрим. Так, сейчас мы с вами будем повторять один бутерброд, очень вкусный, который я ела в фитнес-клубе. Вот, хочу его повторить. В общем, здесь один помидор я нарезала, два бутерброда сделаю, один помидор нарезала. Здесь у меня авокадо. Сейчас мы его перетрем. Добавлю сюда сольки, сюда специи, перец с лимоном. Мы с вами приготовили два кусочка хлеба в тосте зажаренном. И сейчас я буду впервые делать яйцо пашот. Как-то видела я, что надо закипятить воду, потом вот так её что-то мешать, воронку сделать, и потом залить яйцо. Короче, буду делать впервые, попробую. Так, в общем, не доводим до кипения, но вода должна быть горячая. Вот такая. Добавила 3 столовые ложки уксуса. Вывела сюда вот так вот наше яичко. Сейчас буду делать воронку и в середину воронки закидывать яйцо. Я, наверное, вам вряд ли получится всё это дело снять здесь. Может, я включу и сразу как закину. Вот у меня, короче, тут что-то получилось непонятное. Сколько его, кстати, варить надо вот так. Белок весь что-то отлетел. Проще просто яичко или омлет пожарить и вытащить. Так, сейчас делаем второй. Сюда же. Попыталась вам показать, как я это делаю. Иди, иди. Вот получается всё. Поварится немножко. Один просто получился. Вроде бы неплохой. Только, мне кажется, ещё может подольше повариться надо. Потом вот такой вот лопаточкой я беру. Если что, вытаскиваю. Надо ещё чуть-чуть, мне кажется. Ему повариться. В общем, теперь мы намазываем вот это вот. Дай попробуем хоть. Вкусненько. Вот это вот намазываем на бутерброд. Сверху помидорчик делаем. Потом лист салата. И на лист салата мы яйцо пашот кладем. Так, чтобы вы видели весь процесс, да? Намазала одно, второе. Теперь мы кладём листики салата. Вот так, что-то они у меня чуть подветрились, непонятно. В общем, вот так я положу. В любом случае. Так, ну вот, смотрите, какая красота получилась. По-моему, очень круто. Надо теперь попробовать. Ой, друзья мои, это очень вкусно. У меня прям идеально яйцо пашот получилось, видите? Прям, ну, на мой вкус прекрасно. Пользуйтесь. Прикиньте, стала сейчас вот такая. И застопорилась. И думаю, где припарковала машину? Просто. Где-то во дворе или за пределами. И как далеко. Такая стала вообще просто. Белая стена. Потом увидела её даже. Представляете? Я вообще бы не ожидала, что она здесь у меня. Короче говоря, что хотела сказать? Хотела сказать, что я очень рада, что купила когда-то эту шапку. В комментариях у меня спрашивают, где купила, где покупала. Это Armani Exchange. Это у них есть спортивная линия. У них есть классика. Armani Emporio, по-моему, называется. Там я кросики свои брала, кстати, в которых я сейчас. А Exchange, у них там такая более спортивная, но тоже есть прикольные очень модели, классные. И я прямо искала вот такую шапку, чтобы была надпись вот такая, знаете, не выделяющаяся. И на моё удивление, эта шапка очень хорошего качества. То есть я её ни разу не стирала. Она вообще какая-то не пачка... Не пачкивается, да? Ну, во всяком случае, не видно по ней. Конечно, я её постираю. Потом постираю аккуратненько, руками даже в машинку бросать не буду. Мало ли что. И нет катышков никаких. Вот этого всего нет. Вот это вот прям мне очень нравится. И может быть, какой-то другой цвет, если я буду брать, увижу какую-нибудь классную шапку, я также буду брать там. Это, короче, мне кажется, на века. Такая шапка, она долгая. Ну и в любом случае, пока сейчас вот актуальна, да, вот эта вот штука вот здесь. Вот мне раньше казалось, что она как-то высокая, но она прям вот то, что надо. Мне прям нравится. И она тёплая и классная. И я её, как видите, не снимаю. В горизонте у нас представлены эти магазины. Там и покупала. Вот. Всё, сейчас я уже еду на чистку лица. Потом есть какие-то планы. Не буду сейчас говорить, потому что сейчас скажу, опять не выполню. Я лучше уже на месте, когда буду, скажу, вот что я хотела давно сделать. Поехали. А, я, кстати, оделась. Видите, солнце светит, но на улице холодно. И я и шарф одела, и тёплый свитшот розовый. А вот, например, я брала сумочку в Заре, но вот эта плащевка, она нормально как бы носится, а вот эта серебрушка, смотрите, уже вся потёрлась. Краска. Ну, это можно отстегнуть, что хорошо. Но мне вот эта прям серебряная штучка нравилась. Мне не кайф её отстёгивать. Вот так вот. Жалко. Так, девочки, я пришла к косметологу. Вот она, Марина Сергеевна. Сделит мне кушетку. Да, сейчас включит супераппарат и начнёт ваять над моим лицом. Ну, как бы сделаем чистку, потом подробности я все расскажу. Что сделали, как, что. Тут всё серьёзно. На меня завели дело. Дело завели, да. Что, когда делала, каким препаратом. В общем, всё рассказала, что вспомнила. Вот. Фикс прайс тоже рассказала. Сейчас будем последствия убирать. Так, девочки, сейчас сделали мне чистку. Там вообще подобрали всё исключительно под меня. Чуть-чуть замазали мне такие покраснения, которые, ну, вот, должны пройти. И уговорили меня сделать лазерную апелляцию. Вот не хотела. Заставили. Заставили, да. Лазерная апелляция, говорит, у нас супер какой-то там, вот, прям вот увидите результат 100% с первой процедуры. В общем, сделаем сейчас подмышки. Сказали, не больно. В общем, сделаю, это расскажу потом. Девочки, до этого я думала, что это косметологический аппарат. Думала, что мне сейчас им будут делать. А это у нас вот, лазерная коса. Это я как в воду глядела вначале сказала. Сейчас включат лазерный. Это не лазерный аппарат. Это диодный лазер последнего поколения. Он новый абсолютно. На эффективность лазерной апелляции, конечно, пробег оборудования очень влияет. Ага, все, он почти свежий, значит, сейчас все должно... Не почти, прям вот месяц ему. Месяц ему. Скорость фокусы будут отличать. Сейчас мои подмышки офигеют. От скорости. Смотрите, какой сервис. У меня тут вкусняшки мне принесли. Шоколадки. Ну что, мои хорошие, вышла я из салона. Чувствую себя бодрячком, прекрасно, классно. Вообще, очень люблю я эти все пилинги, которые делают в косметических условиях. Всякие кислотные. Мне делали миндальные. Я после них, вот сколько их делала, всегда вижу результат. Кожа всегда натягивается, такая становится прям вообще классная. Остались еще у меня немножко, видите, помазюкали меня. Ну и сделала я, девочки, эту лазерную апелляцию. Вообще, давно не ходила. Вот вообще прям не хотела и не ходила. Но девочки сказали, что у них аппарат, которому месяца еще нет. Он очень мощный, очень классный. У них супер там, стопроцентный результат. И говорят, вам две секунды сейчас подмышки сделаем. Типа, будете радоваться потом перед летом, как раз супер-купер. Ну и сделали. Реально две секунды, не больно, все быстро. Ну и теперь посмотрим на результат, потому что это какой-то другой лазерный аппарат, диодный. Самой интересно. Вот, она сказала, что сейчас вырастут, как обычно, потом вы их побреете, когда вам там удобно, а потом они уже начнут расти, прям увидите. Как я забыл сфотографировать до, представляете? Ну, я-то замечу. Я уже сколько с ними хожу, я уже знаю, где. У меня на одной побольше, на одной поменьше, примерно знаю, сколько. Ну, посмотрим. Очень любопытно. Я, кстати, кому интересно, в центре Ростова находится вообще, вот она набережная, прям внизу, видите? Вот она. И буквально вот переулочек, и здесь находится салон Марфа в самом центре. Девчонки обалденные, классная атмосфера, супер, накормили, напоили чаем вкусным. Вот. Ну и атмосфера такая хорошая. И еще предложили для моих подписчиков скидку сделать 10%. Поэтому, если кто-то в Ростове живет, ищет хорошего косметолога, лазерную эпиляцию, то здесь... У них, кстати, еще есть какие-то, это, акции, там, раз в месяц. Типа, можно вообще очень, ну, очень выгодно приобрести либо абонемент себе какой-то, либо на процедуру какую-то сходить. Ну и плюс, если вы скажете, что от меня, 10% скидка всем моим подписчикам. Это очень приятно. Так что ссылочку, если что, оставлю, кто в Ростове живет, в центре, кому удобно, вот, можете познакомиться с таким салоном. Классно. Девочки, получила свою долгожданную посылку, только я не знаю откуда, на безопознавательных знаках вообще. Просто коробка, и на ней только наклейки авиа, и все. И на окладной тоже не видно, откуда это. А я, как вам сказала уже, да, с нескольких магазинов из Китая сделала заказ. И что это? Будем, значит, разбираться прям, прям в распаковке непосредственной на втором канале. Так что на второй канал ссылка под видео, и здесь, может быть, где-нибудь укажу. Обязательно подписывайтесь на мой второй канал. Там просто рай для шопоголиков. Для нас, для девочек. Заехала в столовку нашу местную. Я здесь иногда кушаю, взяла рыбную дифтельку и овощи на гриле. Сейчас попробую рыбную дифтельку, если она будет очень вкусная, возьму деньги попробовать тоже. Приятно. Это морс у меня, кликлины. Вышло все на 170 рублей. Ой, девочки, что-то я перекусила. Раньше мне это местечко нравилось больше. Тефтеля рыбная. Вот она была бы вкусная, если бы она не была такая пересоленная, просто пересоленная. Я ее даже не доела. А эти на гриле, мало того, что они очень жирные, как будто они гриль в масле были. плюс какой-то привкус непонятный. Как будто они может от жары уже пропадать начали, знаете. А я вообще всем этим моментом отношусь очень так скептически, когда какое-нибудь непонятное, может быть, дело в масле, может быть, в какой-то приправе, да. Но если я чувствую что-то неладное, я не могу есть. Мне сразу кажется, что мне будет плохо, будет живот крутить, все дела. Я, короче, вообще две штуки съела этого гриля. Пол синенького попробовала, ну, вот этот баклажан, да, ну, синенький, короче, и пол этого, ой, не пол, а парочку штучек где-то съела этого кабачка. Ну, что-то мне привкус не понравился. Самый вкусный был крюковенный морс. Блин, неудачно сходила. Конечно же, я не стала домой ничего брать, хотя вот у меня прям чуйка. Я сказала, давайте это сейчас, ну, я поем, а потом решу, что домой буду брать. А у меня глаза загребущие, голодные. Вот вам лайфхак, девочки. Прежде чем брать домой что-то, в магазине там или еще что-то, знаете, лишнего всего. Нельзя быть голодной. Вот я сейчас бы взяла у нее и того, и того, и того, и того, понимаете. Прошла бы домой, потом повыбрасывала бы половину. Вот. А сейчас поела, поняла, что я не хочу ничего здесь брать. Но не все столовые одинаковые, вкусные, конечно же. Здесь я не знаю, то ли влюбилась сейчас повар в кого-то, да, то ли он, то ли она, не знаю, кто там работает. То ли что, ну, очень пересолено, я так не люблю. И у меня все недосолено, и я люблю солить в тарелке. Это лучше. Так, ну, в принципе, что, все. Я думаю, надо ехать домой. У меня были еще планы, но сейчас 4 часа, я сейчас пока доеду, еще часик дома потусую, полтора часика даже. Посылку наверх подниму. Блин, я бы сейчас ее уже распаковала бы, но меня попросила косметолог не краситься сегодня. А не накрашенная, ну, чего я вам не накрашенная? Хотя я могу, конечно, но хочется уже красивой такой сидеть, распаковывать. И еще волосы хочется покрасить, и с волосами уже красивыми сидеть, распаковывать, накрашенная, с красивыми волосами. Что делать, не знаю. Ой, девочки, как я люблю тот момент, тот день, когда я понимаю, что я все оплатила. Знаете, так приходит зарплата, там, да, или появляется денежка, и ты оплачиваешь все. Там, оплачиваешь все кредиты, которые у тебя есть, оплачиваешь коммуналку, оплачиваешь управляйку, что еще, садик, что у нас еще. Все-все вот эти вот абонементские, там, интернет, все-все-все оплатил, и ты такой никому не должен. У тебя ж накапливается, за все это время. И вот это ощущение, что ты на сегодня никому ничего не должен. До следующего месяца. Оно очень приятное. Кто разделяет со мной. Кстати, кому интересно, коммуналка у меня выходит вот летом шесть с половиной тысяч. Летом, не летом, весна. Выходит у меня где-то полторы тысяча восемьсот выходит это газ. Я его не отключила, и у меня как бы хоть на улице и тепло, можно было бы отключить, кто-то бы уже отключил, и нормально было бы. А я нет, я топлю квартиру свою, чтобы мне было тепло. Поэтому тысяча восемьсот рублей в месяц за газ я отдаю за теплоту. Вода вообще, у меня расход маленький воды. Не знаю, купаемся, стираем, все прекрасно, но расход маленький. У меня там три куба вот так вот как-то уходит в месяц. Вообще там на заводу триста пятьдесят рублей плачу. Ну и за свет вот выходит у меня сколько, тысяча двести вышло в этом месяце. Короче, шесть пятьсот сейчас как-то вот так вот. Ну я округляю плюс-минус, шесть пятьсот выходит вот сейчас. Зимой лютое вообще, когда газ больше топили, ну семь, семь пятьсот выходило вот так. Вот такие дела. Сейчас в управляйку я накопила там за два месяца уже. Я сейчас заплачу за два месяца и еще вперед. Управляйка три тысячи у нас стоит. Три тысячи пятьдесят что ли, какой-то, какая-то такая цифра. Вот. Ну это же управляйка еще она от квадратуры зависит. Я вот за свою квадратуру плачу три тысячи. Такие дела. А так все оплатила. Осталась одна управляйка. Будет мне счастье. Сижу, жду у них планерка там. Зашла девочке в магазин у нас рядом. Купила авокадо. Один авокадо, говорит, стоит двести семьдесят рублей. Два авокадо стоят пятьсот сорок рублей. Но они вроде классные, но мягкие я так попробую. Клубничку взяла. Клубничка триста рублей стоит. А может вот такое лукошко. Вроде он там повыбирал, должна быть вся хорошая клубничка. И я взяла сметанки. А сметанка какая-то домашняя. Сейчас помоем, подожди, Дань. Какая-то домашняя сметана в пятнадцать процентов. Да, Сейчас сделаем вкусняшку. Даньки помыла клубничку. Он ест ее без сметанки. Не любится сметанкой. И он ест только вот эти серединки. Сейчас он ест и положит ее. А я потом все обрезки пообгрызаю и сделаю себе салатик. Вот видите, раз и все. Клубника будет в утиль. Нравится? Вкусно? Кожи рыб. Ну а я себе из остатков сделала вот такой вот салатик. Приправила с агарозаменителем и сделала полбананчика. Данька такое не ест вот уже со сметаной. Не нравится ему. Ничего он не понимает вкуснотища. Ну что? Кому пора просыпаться? Мил, ты Даньку будешь тут вообще? Или что? Кошка? Кому пора просыпаться? Вот этому мальчику сладкому. Сладкому мальчику. Садик пора. Нет? Тише, лотки. Садик, кому пора? Вставайте, пожалуйста, гражданин. Гражданин. Садик, идем? У-у-у. Хе-хе-хе-хе. А мультики смотреть идем? Нет? А что-нибудь еще делать? Пойдем? Ой, мои заюки. Все набегу, все на спеху. Отвела сейчас Данечка в садик, и мне уже надоело, что я не могу найти время никак убрать свои усики. У меня пушочки такие здесь, но когда вот сейчас солнце начинает светить, мы уже раздеваемся, все-таки, я себя часто снимаю, и эти усики беленькие, они на солнце блестят, мне это не нравится, надо удалить. Думаю, сейчас сниму заодно. Еще ресницы хочу покрасить, но не знаю, сегодня, не сегодня ресницы красить. Ресницы потом, наверное, покрашу, когда блонди прям стану. Я уже много раз показывала, я использую вот такие полосочки, ну, фикси можно взять или еще где. Вот я фикси брала последний раз, вот такие вот полоски, и там много вот таких полосочек. Я использую их аккуратно, у меня свой метод, чтобы не поранить губы, и не поранить что-то, да, нужно четко по волосам нам идти, ну, короче, на губы не заходить. Поэтому я делаю здесь ровную линию ножницами, что-то я ножницы взяла какие-то не очень. То есть, отрезаю вот этот лишний слой, вот, теперь растираю. Кожа сейчас тоником прошлась, чтобы она была обезжиренная. То есть, все быстро на самом деле, а времени почему-то я все время не найду. Сейчас смотрю сериал, посмотрела молодой папа, сейчас смотрю новый папа. Нравится мне каждую серию плачу, что-то трогательно очень. Я люблю эти всякие глубокие мысли, осознания какие-то. Классный фильм, я ничего подобного не смотрела. Все, теперь мы разъединяем. Я одну половинку вот так вот прям впритычок, впритычок прям кладу, на губу не захожу. Потому что губу можно поранить. У меня очень много отдельных видео всяких разных. Подробно интересно мой опыт. Да. Потом уже когда остается здесь такой по второму третьему кругу, оно уже не так сильно дерет и уже можно заходить на губу. Четко, как в лучших салонах красоты. Все, теперь я это сейчас смажу. У меня было где-то специальное масло. А еще какое-то я покупала для меньшего роста. Вот здесь по-моему нет для меньшего роста. Здесь просто успокаивает. И прям походить, пусть впитается, покраснение уйдет. Я думаю, через минут 30 уже все будет хорошо. Так, и дела, пойду кофе налью. Так, ну что, мои хорошие, у меня уже, я чувствую по ощущениям, что спала немножечко. Сейчас я накрашусь, сниму для вас видео про волосы мои новые, староновые. Ну, короче, как я буду удлинять волосы очень быстро. Вот, и я записалась через пару часов, поеду в свой любимый салон, который в Александровке находится, XL, и там горячими ножницами Софию, мою любимую, мастера моего. Она очень хорошо стрижет горячими ножницами, как раз у меня волосы свежие. Попрошу ее просто облагородить, как бы, чтобы не так все висело непонятно, да, а чтобы была форма какая-то, да, немножечко. Ну, как бы, здесь она почистит, сравняет, все, вот, и все, и потом мы будем уже краситься. Возможно, даже вот после этого влога я пойду краситься. Смотрите, сегодня какой у меня образ. я надела обувь, потому что прохладно все равно на улице. Главное, одела ботинки, да, девочки, и совсем легко одела. У меня внутри футболка, потом теплая вот эта вот, толстовка теплая, и, ну, короче, вот так мне понравился образ, как вам пишите. Сейчас еще курьер позвонил, сказал еще одна доставка, надеюсь, она будет с опознавательными знаками, и я пойму, откуда она. Вот, сегодня мне так нравится мой образ, я очень люблю сочетание бежевого и вот этого вот такого мятного цвета, какой-то мятно... Короче, вот зеленый, вот этот цвет мне очень нравится. Что такое? Так, все, еду уже. У меня уже через 15 минут запись, благо все рядом находится, поэтому успеем. Так, все, девочки, мы приехали в салон Excel, ну, я уже вам показывала его много раз, София Мастер, в которой я все время хожу, делать горячие ножнички. Мне нравится. Вот кто-то говорит, что горячие ножницы что-то там работают, не работают, на мне они работают 100%, поэтому, как видите, я здесь постоянный клиент. Вот, сейчас мы немножко все облагородим, поедем за посылкой. Ну что, мои хорошие, все, почистили мне длиной, все время, когда после нее ухожу и мне все время кажется, что у меня волосы длиннее станут. Она как-то так подчищает, выравнивает, что, ну вот уже не видно этих резких переходов каких-то, да, они как-то все вот лежат ровненько, потому что все мелкое, неровное посостригли, как бы, да, и запаяли, и они вот как будто ровные у меня, как будто нет лесенки, не видно ее, короче, оно все плавненько теперь. Вот, ну и здесь чуть-чуть вот так выровняли, плавненький переходик сделали, профилировали, все. Так, да, я посоветовала сейчас со своей девочкой, которая красит, я ей говорю, что вот я собираюсь окрашиваться вот так, вот так, правильно ли я делаю, и она мне посоветовала сделать еще кое-что, потому что, говорит, скорее всего, так как ты хочешь, а у тебя будут пятна, и я потом это объясню, что как, так что сейчас я заеду еще в магазин, куплю то, что она мне посоветовала, и уже в окрашивании вы увидите, что именно она посоветовала, и расскажу, короче, сложному окрашиванию быть, как говорится. Сейчас позвонила курьеру, всегда, когда мне что-то доставляют курьером, всегда мы созваниваемся, и я перехватываю где-то курьером. Я не люблю, чтобы курьеры приходили ко мне домой, если только это не курьер, там, пятерочки, или ленты, который принес мне кучу тяжелых продуктов, которые я не хочу домой поднимать. Вот. А так, неизвестные мне курьеры обычно встречаются со мной где-то. Сейчас я позвонила ему, а он сказал, что он стоит возле Макдональдса, зря он это сказал, а я сейчас такая голодная. Так что сейчас я зайду в Новый Макдональдс, у нас Новый Макдональдс открылся там в начале Ленина. И вот сейчас я мчу туда, возьму посылку, поем и еду домой. У меня появилась идея, как я проведу майские праздники. И проведу их не одна, вместе с Денечкой и еще с моими любимыми людьми. Вот. Поэтому пока все в планах, подвешено, не буду говорить, но идея есть. Если что, подписывайтесь на мой инстаграм, там вы будете узнавать все первыми с тесна. Вот. Так что такие делы! Надеюсь, майские пройдут. Ох! Горячо! Я, кстати, поглядываю в зеркало и... Я, кстати, поглядываю в зел... Это что ж такое, боже мой! Я, кстати, подглядываю в зеркало и смотрю, что я себе чуть-чуть поранила губу все-таки. Давно уже не делала, да, и с нахрапом вот это вот чуть-чуть, видите, сверху вот здесь вот у меня прям даже пощипывает немного. Я надеюсь, на этом месте не вылезет простуда, потому что бывает, что после эпиляции она может вылазить. Ну, в общем, буду следить. Мне еще надо видео наснимать перед моим отдыхом. И у меня сейчас генератор идей включался. Ну и вот, 59 номер, заказала все. Я заказала все в разброс, а девушка говорит, а закажите комбо, у вас дешевле получится и будет все среднее. А я все беру все время маленькое, картошку маленькую, колу маленькую. Она говорит, не даешьте, выкиньте. А я вот и беру все маленькое специально, чтобы не выкидывать, если честно. Я еду не люблю выкидывать, но у меня нет привычки доедать за собой все. Ну, ладно, короче, посмотрим. Возьму с собой домой, если не доеду. А вот и мой заказ, прилетел. Крайне быстро, крайне. В коем-то веке картошка горячая. Ладно, все, буду есть. О, девчонки, это когда ты целый день снимал, целый день бегал, ездил. Это когда ты целый день бегал, ездил, потом пришел домой, начал снимать, и уже 6 часов нужно скорее снимать себе косметику. Это видео для вас снимал. Косметику и бежать за малым. Ну что, крошки сходила я в садик, забрала Деньку на улице. В принципе, неплохо, но все равно прохладно, долго не гуляли. Почему-то я специально в садик иду, зная, что они на улице, и специально не спешу, чтобы он там погулял как следует на улице, чтобы я уже его забрала, и мы домой прям уже шли целенаправленно, потому что я все время мерзну на улице. Ну и вообще как-то там у них все под контролем, такие небольшие площадки, как бы они все знают. А здесь площадки такие, куча детей, короче, и вот это вот, ну, и на самом деле я устаю, я за целый день очень устала сегодня. Я и выехала, с утра и туда, и сюда поехала, пришла домой, начала снимать, и на самом деле съемки очень много отнимают времени. Два видео сними, у меня даже батарейка садится на камере, я еще дальше готова снимать. День, что там мама тебе подготовила? Ой, игрушка. Хорошо, что дома был киндер-сюрприз. Вообще всегда, когда я иду Деньку забирать, я все время люблю, вот как бы я иду, иду, и я люблю вот этот момент, когда он меня увидит и такой, мама, вот, раньше воспитатели все время говорили, я иду, он меня еще не видит. это колбошка. Ух ты, как вкусненько. Ты, мам, дашь попробовать? Давай. Давай. И я все время смотрю, и воспитатели говорят, Денька, очень вкусно. Очень вкусно. Ну и короче, я люблю всегда сюрпризом ему, чтобы он меня увидел. И я же говорю, воспитательница, я смотрю, что она раз там сказала, два сказала. Как вкусно. Мелко тут, как тут. Ну, короче, смотрю, я говорю, а вы в следующий раз, когда меня видите, вы не говорите ему, что я иду. Я говорю, мне нравится, когда вот именно он меня первый увидит. Вот такая радость, и мне это нравится момент. Такая, а, все, хорошо. Ну и короче, она видит меня сегодня, я иду за Денькой, она видит меня такая, и не говорит как бы, а девочка, которая, ну, из детей кто-то, говорит, День, мама идет, и воспитательница ей такая говорит, тихо, это сюрприз, тихо, это сюрприз. Но Денька уже повернулся, меня увидел, и он лежит в меня такой, мама, мама, а где сюрприз? Я говорю, я твой сюрприз. Он такой, мама, хочу сюрприз. Я вспоминаю, что дома киндер сюрприз. Я говорю, Дома сюрприз, дома киндер сюрприз И вот Он пришёл и говорит, дай мне киндер сюрприз Надо ещё воспитателей Теперь попросить, чтобы они не говорили Слово сюрприз Просто каждый день шоколад, наверное, вредно Будут каждый день просить сюрприз Ты не понял, да, что мама Смотри мультики Я вообще-то смотрю здесь не мультики А новый папа Что же у меня есть? Весь на синяках, блин, пацан Ладно, всё, будем раздеваться, короче И отдыхать Ну что, мои хорошенькие, всем доброе утречко Сегодня хорошее настроение На улице солнышко Вот каждый раз я смотрю на балкон У меня балкон как будто барьер такой, знаете К окну Я уже мечтаю сделать скорее здесь Ремонт И в этом году, этим летом, точнее Вот весна-лето, думаю, летом Наверное, ближе Я буду здесь, да Уже что-то делать на балконе В общем, настроение хорошее Сегодня мы с Крис идём в театр У нас сегодня, да, такое мероприятие, как говорится Культурное, да Мы идём на Ромео и Джульетту На мюзикл Я очень люблю мюзиклы Мама сегодня Либо заберёт малыша с садика Либо я заберу его, отдам уже маме Сразу погуляем, отдам маме и поедем Вот Ну, в общем, сейчас я отвела его в садик Настроение хорошее Солнышко светит Вдохновение идёт И первым делом, так как приедет сегодня мама Приедет сегодня Кристина Сначала Кристина приедет раньше Мне нужно убрать в доме Конечно, за всё это время Пока я тут снимаю, творческий человек Да, Денька вечно разбрасывает игрушки Я не всегда их убираю там за собой И, в общем, накопилась и стирки И уборки, и посуды Сейчас посуду в посудомойку закинула Сейчас все поверхности уберу Включу свой робот-пылесос И начну снимать Я уже приготовила много роликов Которые вам обещала снимать На второй канал Обзоры конкретных продуктов Очень много Да, и вы прям пишите Когда, когда, Селена, ты это уже снимешь Вот, иду снимать сейчас Вот, пью кофе Сейчас включу музыку В общем, время сейчас 9 часов уже, да Ну, 9 еще нет, наверное Я надеюсь, что я все успею Потому что Кристинка сегодня придет пораньше Мы еще хотим прямой эфир провести У нас вообще много планов Короче, все надо успеть Буду пытаться Крошки мои, интересно Одна я себя чувствую героиней Когда все пообираю Я реально себя чувствую таким героем Думаю, вот это ты молодец Вот это усилие сделала Хотя бы раз в недельку Время, кстати, пол 11-го А я начала где-то в 9, да Ну, я ничего особенного не сделала Я только убрала поверхности реально И то не все еще Еще ванну надо Я там стирку запустила Сейчас я постираю Две стирки сделаю И ванну помою И раковину помою Вот Пылесосила уголки И робот пылесосит Ну, моет и пылесосит всю поверхность И я только там, где он плохо пылесосит Там попылесосила Ну и все В целом чистенько, свеженько Это уже хорошо Фух Сейчас я сделаю все кофе Сейчас пол 11-го Пока он пылесосит Я ничего снимать не могу Пока стирка идет тоже Ну, звуки посторонние Все дела Поэтому я включу Наверное, сериал И отдохну, посмотрю Вообще Я пока убирала Думала о том, что Думала о том, что Наверное, я уже готова Я уже готова Надо будет Кстати, тут тоже можете Под этим блогом писать Какую-нибудь хорошую Клининговую компанию Я думаю, что в принципе Можно уже приглашать человека Который будет Вот так вот убираться Надо просто начать У меня барьер Просто, что чужой человек Все-таки будет в моих вещах Это единственное, что меня останавливает Плюс, знаете Обычно гости приходят Ты стараешься как-то поубирать Там, знаешь, это А тут, получается, человек придет в твой бардак И вроде бы как гость, да Не знаю Это психологический какой-то барьер И ты вроде бы как должен показать себя хозяйкой В любом случае Ну, кто бы ни пришел к себе домой Соответственно, придет человек Надо объяснить ситуацию Чтобы она вошла в мое положение Чтобы она поняла Ну, не знаю Вот у меня вот такое в голове Ерунда Ну, да, наверное, ерунда Объясниться, что я такой вот человек Творческий Мне кажется, придет она и подумает Ну, что тебе, трудно убрать там игрушки И ребенка, да Ну, реально трудно, девчонки Вот он берет всю эту корзину Разбрасывает И я вот собираю Заставить его Как бы он раз соберет Раз не соберет Попросишь, соберет Ну, это надо ходить его Просить Короче, мне хочется сказать Там, извините, пожалуйста Там, просто у меня там вот Нет времени Там, да Да, вообще у меня спина устает Я еще знаю, смотря кто придет А то девочка Делала мне ногти как-то, да И говорит Курьера заказала с почты Думаю О, удобно Пусть принесут мне прямо на работу И говорит Приходит бабушка какая-то 90-летняя там Или, я не знаю Ну, прям бабуля Приносит мне эту посылку Говорит, мне так неудобно было Я говорю Слушай, ну она деньги зарабатывает Ты ей даешь Она говорит 100 рублей стоит доставка Так не факт еще Что все 100 рублей ей достаются Я говорю Ну да, после такого Хочется пойти и самой посылку взять Чтобы бабушку не гонять Хотя Ее берут на эту работу И она идет зарабатывать Да, то есть Если человек Ну, увидит, что бабушка приходит Он перестанет тогда Заказывать курьера А значит Перестанет бабушка зарабатывать Которая пришла на эту работу Но Но с другой стороны Блин, так стыдно Да, что сгоняла бы Сбегала бы ты на эту почту Да Ну, и то же самое Вот, смотря, кто придет убирать Вот придет убирать взрослая женщина Такая, блин Если у меня В 35 лет там Через 2 часа уборки Ломится спина А у нее, возможно Я не одна за целый день Да Она такая взрослая Я буду думать, что Блин, ну куда мне жаловаться Да Ну не знаю Кто-то любит убирать Надо думать позитивнее Короче Кто-то любит убирать Просто И вот как я люблю снимать Ютуб Кто-то любит Убирать В доме Наводить чистоту Это тоже психологический Такой момент Очень интересно Смотря, как ты относишься К своей работе Она может очищать Даже внутри все Ой, запела Смотрите, девочки Кристи уже ко мне приехала Сразу раздевается, видите Мне жарко На улице жарится Ты хочешь, чтобы я тебе Дала что-нибудь одеть? Ты такая высокая Я вот так могу снимать Хочешь? Да Может сверху Да, пожалуйста Мне футболку Я как раз постирала Сейчас принесу Как раз дай мне Смотри, как чистенько У меня тут в квартире Ты видишь Я тут немножко прибрала Хотя я уже Вот на съемке Наставилась Ты не поздоровалась? Ты как кошка Ты превратилась Думаю Пусть приду так Секретненько Пока позвонила Нет, я что-то вижу Свет в глазки Я думаю Не успеет посмотреть Я так тихо подошла Что ты даже не увидела Я так тихо открыла Что ты? А недавно, кстати Приходил человек И он такой стучит А у меня Ну, не знаю Иногда кто-то приходит Без спроса Без стук Без предупреждения Денька игрался Короче Ну, довольно-таки Было дома Нормально И я так тихо Стук И я так тихо Подкрадываюсь Просто к этому глазку И смотрю на человека Даже не спрашиваю Кто там Никто Только постоял Постоял и ушел Не заметил Что кто-то подошел К глазку Да ты че? Страшно Ну что, девочки Все Мы нарядились Прямо эфир провели Вот Кристюшенька На колблочочках В платьице Вот и я Мы сейчас бежим За Денькой Вообще Че? Селена меня приедала Селена приодела Да У нас продолжается рубрика Вот туда говорит В зеркало Все, мы приехали Пошли Ну что, мои хорошие Давайте посмотрим, в чем Мы, а ну-ка, в театро Пришли в театро В театро, в театро В театро наше На театралке Кристина идет Ножки кладет А че ты спрятала Ручки в рукава В рукавушке Как будто Да? Ладно, теперь меня сними Как я А так, а так Коза Ножками топ-топ Глазками Хлоп-хлоп Так, ну и че мы? Идем за билетами Сейчас мы их возьмем И пойдем занимать места Скорее-скорее Погода хорошая А хоть ты Ветер просто дует В разные стороны Ну беги, беги Ну приехали чуть-чуть раньше Смотрите, никого нету В залу хочешь? В залу хочешь? Еще никого не пускают, Крис Вообще уже пора, да? Еще полчаса до спектакля Я уже устала, давай посидим Давай посидим Здесь нельзя, пошли Нас кладут Итак, мы взяли с Кристиной билетики Вот У нас ряд седьмой Место 23-24 Ну бери жматку Ты любит она вот так Прилепить Прилепи за ухо Обычно там делают И мы сейчас поднимаемся В буфетик, девочки Мы поднимаемся в буфетик У нас за спектакль Еще 45 минут Она показала часы Хотя на моих, по-моему Она показала часы 45 минут нам до спектакля Вот второй этаж Здесь должно работать Все, смотрите, как красивенько, да? Мы сейчас присядем С Кристюшей Да? Драгоценность моя И пофотографируемся Да, драгоценность Сейчас я здесь фотографирую Залазь на стол О, буфет смотри О, какой он прикольненький Приятненький Смотри, буфетик Мы сейчас присядем Да? Ну-ка, что там еще? Есть что-нибудь? Смотри Куда нам дальше? Как красиво тут, смотри Как красиво Хочешь вон с двумя мужчинами Сфотографироваться? Иди Не бойся Вон два мужчины стоят Будешь с ними фоткаться? Пойдешь? Красивая такая Здесь всякие фотографии Актеров, наверное По периметру Ну, а вот мы пришли Здесь уже играет музыка Уже народ И я вам скажу Что здесь большинство Просто Молодые Молодые Дети И мы такие с Кристинкой Здесь в моем Вообще взрослые бабы И вообще взрослых очень мало тут Ну, музыка хорошо Сейчас мы ее напугаем Дурочка Ну что Мы пришли Сели У нас козырные места На самом деле Все близко Рукой подай до сцены И я люблю Сейчас мы с Кристинкой будем наслаждаться Я вообще не знаю Как ты Вот я мюзикл очень люблю Это вот мюзикл Это будет мюзикл? Да Причем современно Не люблю оперетту Оперно Но я очень люблю Мюзикл Рок Я люблю современное Можно на джазе На блюзе Что-нибудь Ну вот А ты что больше Любишь? Я все люблю По-своему Какая твоя любимая еда? Я сняла люблю Макароны Яичницы Ну а так все люблю, да? Не, ну а так могу Ну в смысле ты все любишь? Ты оперу любишь? Я, наверное, не была просто на ней И ни разу Наверное бы и не пошла Да А балет? Балет, наверное Я была один раз Я не знаю, что это было На Гамлите Он такой был Балет на какой-то там Ну на современный лад был Ну балет Ну неплохо тоже Мне вот близко, когда поют И поют эстрадно Каким-то джазовым голосом Ладно, все, девочки Я на самом деле в предвкушении Сейчас начнет выключаться свет Закрываться, открываться запись Я уже буду рыдать Плакать от счастья, что я здесь Спасибо, что компания Спасибо, спасибо, что ты есть Спасибо, что ты есть Ну все Потом поделимся впечатлухами Ну еще антракт будет Увидимся Короче, девчонки Я расстроена Я расстроена, потому что я перепутала Я опять невнимательная И посмотрела, что это не мюзикл Это спектакль Я, в принципе, люблю спектакли Но я не люблю спектакли в стихах И Ромео Джульетто Да Но я думала, это мюзикл И половина не в стихах Если бы они пели Это импровизация полнейшая Это они уже расслабились Компания, не компания А я все сижу и жду песню Ты была уверена, что будет этот трек, да? Да, они бы все были Если бы два десек Ты думала, что ты идешь конкретно на этот мюзикл Вот с такими песнями? Ну, я думаю, такой бы спектакль здесь будешь шел Да? Ой, простите, пожалуйста А где ты думаешь, он пошел? Музыкальный театр? Я как говорила, что я не осуждаю Немножечко на российский лад Ну, короче, мне кажется, я сейчас пойду, потому что я очень голодная Я очень хочу кушать И правда, я за это время, вот пока сидела Я попеределала кучу дела Ответила на все сообщения там на почте, в директе Обработала все фотографии, которые нужно было Сделала пост, который должна была сделать Вот, но осталось покушать Я пойду, Кристинка останется А я пойду кушать Кристинке все равно нельзя есть Чего я там еду? Ты же надеете? Забыла, что я не надеете Я никогда не надеете Ну, короче, она потом поедет Когда я все съем Она придет, когда я все съем Нет, туда не пойду Ты сюда придешь, к машине Ладно, пойду я, короче, посижу нормально Проведу время В следующий раз я буду внимательна В основании, вы здесь находитесь Все, крестик нолик Прощай Нет, не так Все, крестик нолик До свидания Милый мой, прощай Да не говори ты слово прощай А что? Это же слово плохое Прощай Прощай, это как навсегда До свидания До встречи До скорой встречи Я буду ждать Да какой певцы Это песни мы их пели даже Я поняла Но там эта группа Это такая серьезная Да не важно, какая группа Люди, которые могут петь спектакль Они могут Разные составы Все, побежала Счастье, ты выше неба Счастье, когда Кристина в кафешку с тобой пойдет Не, я просто думала, ну еще минут 20 Там что осталось-то, умереть только А я узнала, мне сказали полтора часа еще Кристина со мной кушать идет Да Девочки, мы с Кристиной вышли, посмотрите, офигели просто Стелла Видите, как мы Да, прям офигели сидим Мы прям офигели, офигели Смотрите друг на друга, наши зрители В моменте, в моменте Живет просто до 50 тысяч лет Ну красиво, красиво, да Прикиньте, девочки, вышли мы и нет машины моей Я в шоке Ее эвакуировали Вот здесь мы оставили машину Теперь надо зайти вон туда в кафе Или вон вкуснолюбов Кто скажет, где моя машина Прикиньте, ну все Попала на деньги Спектакль не тот, который нужно, блин Слыши, говорю, спектакль не тот, который хотела На деньги попала, блин, сейчас забирать тачку Надеюсь, а сколько сейчас еще возьмут Приключения, блин Восемь, думаешь? Самое дорогое на инвалидного, по-моему, садить Становишься, если пять Пять было Короче, сейчас узнаю Триндец Что-то мне ход спектакля в последнее время не везет В общем, позвонили мы в службу 112 Как так можно разговаривать, да? Опять вот этот вот качель Как тогда? Я не могла разговаривать два месяца В общем, позвонили мы в службу 112 В службу 112 нам дали два номера телефона Сказали только по ним звонить И больше нигде вы не узнаете Там было все время занято В конце концов, мы до какого-то одного дозвонились И нам сказали, что Ну, по-хорошему, я бы ехала в одно место куда-то Но так как у меня страховка лежит в машине Мне надо сначала поехать на штрафстоянку Взять страховку в машине А, он говорит, онлайн нету Слушай, на дом, мама спросит Может, онлайн есть? И, короче, потом ехать в другое место Там все оформлять, уплачивать И обратно на штрафстоянку за машиной Ну, знаете, вот это штрафстоянка Вот это эвакуатор эвакуатором А есть хочется всегда Поэтому мы покушаем сначала, а потом поедем В общем, очень быстренько Я решила поесть как следует на ночь Вы поняли, да? Облепиховать чай Мы пьем, чтобы, короче, горлышко не болело Десертик Кристинка решила посладеньким побоянуть Печенька сейчас доест и будет кушать Девчонки, приехала на штрафстоянку Страшно Вот моя машинка Так, сейчас я ее открою Заберу страховочку Ой, из-за она заклеенная Так, это не очень хорошо Я ее открываю, получается, да? Ой, страховушка Вот чем нехорошо страховку оставлять в машине Ну и что, крошки? Кристинка спит уже Ну в итоге, что? Штраф 1000 рублей Потому что это стоянка вроде как На стоянку Ой, фу, не стоянка Тротуар На тротуар заехала Там нельзя было, оказывается Я говорю, а, блин, знаков никаких не было Я не знала И заезд там был Я думала, это там стоянка на самом деле Для машин Он говорит, нет 1000 рублей штраф Если в течение 20 дней 500 рублей заплатить Но это Еще мелочи, да? Самое обидненькое Это 380 я заплатила За эвакуатор Вот Такие вот цены у нас Ну и поездили мы На такси еще потратили Около 1000 рублей Туда-сюда мотались Промерзли Поржали Кучу приятных людей встретили, да? Хорошие Да, тоже кто-то с театра Точно так же Уехал Кто-то во дворах там Прикольно Приятные люди Как-то все вот были Смешные гайцы Очень смешные Да, Коля, как в живозде Вот Ну да, ладно Сейчас едем домой Почему преступников, блин, искали Быстренько То есть на 5 минут Люди заходят в учреждение Да, у нас историй Только на рассказали Нам все Да, уходят там машины Нет, это вообще Хотя там есть куча машин Которые, возможно, и реально мешают Наши машины никому не мешали Ну ладно Хрен с ним Все, едем по ночному в Ростову Домой Что ты говоришь? I want to sleep I want to sleep Come on I want to sleep Shut up Или там по-другому как-то появится Не знаю Ну что, как мы погуляли? Понравилось тебе? Да, очень Очень весело было Припарковали машину Хрен знает где И идем теперь Главное бесплатно В кавычках Очень дорого Именно имеют в виду Дорого Дорого, дорого Зато столько хороших людей Да, встретили Мне прям приятно Да, это все покороны Деньги Все покороны Мы разделили Это горе У девочки Опять начинается тот самый кашель Который 300 лет У меня был Вообще Мороз на улице Это что? Спасательный крюк? Ну что, мои девочки Доброе вам утро И вот этим утром Я уже прощаюсь с вами Девочки у меня в гостях Сейчас мы с Кристиночкой Что-нибудь снимем На второй канал Надеюсь, какую-то масочку Протестируем Ну так вместе веселей Два отзыва будет Так что обязательно На второй канал Мы тоже проходите Ссылочку на маму оставлю Ссылочку на Кристину оставлю Заходите в инфобокс Обязательно Подписывайтесь на девчонок Поддерживайте их лайком Обязательно И меня тоже Впереди Майские праздники И Мы с Кристиной уже придумали Что мы будем делать На майские праздники И вот Я уже буду покрашена Надеюсь, окрашивание Будет хорошее Классное И в общем Оставайтесь с нами Проведете с нами Вместе Майские праздники Увидите, куда мы Поедем Все Я вас люблю Целую Прощаюсь До следующего видео Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok